так пираты карибского моря что пошло не так а видео с кинопоиск в фильме вообще за что мы полюбили культовую франшизу пираты карибского моря приключения романтика кстати из таких вот высокобюджетных франшиз пират карибского моря одна из моих любимых по той причине что это очень насыщенный как по мне приключенческий фильм очень насыщенный такой приключенческий активный фильм с интересным мифологическим сюжетом и с каким-то таким довольно изящным сеттингом я рад что пираты в итоге окупились и три фильма первых созданные соответственно одними создателями дальше уже были другие создатели они просто великолепные и закончена вся эта эстетика эстетика в том числе и торговой компанией которая там представлена остинская торговая компания который соответственно пытается уничтожить пиратом в этом плане конечно же вот этот сюжет как бы уходящего времени сюжет прихода цивилизации сюжет смерти сказки он меня интригует и подобное сюжет также присутствует и соответственно в red dead redemption да если помните по сути артур он как бы убегает убегает от прихода цивилизации от прихода городов которые и и его миф как бы стирают и его миф уничтожают и делают его ненужным в современности артур это человек у которого время ушло и пираты по сути такие же как бы люди которые уже в красной книге к их вся мифология нет это это мне нравится ну лет в 12 пират корольского моря хороший фильм ну и здесь вопрос что разумеется он детский и понятно это фильм диснея но именно то что он детский это и круто мне кажется такие фильмы возвращают нас к этим вот таким простым чувством простому восприятию которое у нас было в в детстве то есть это как смотреть гарри поттера по сути это тоже же как бы несерьезно да и костюмы то есть очень классно в целом пиратах неплохие неплохие костюмы и неплохое в целом вот этот сеттинг именно и художник постановщик постарался и сиджи там неплохо сделано давайте смотреть видео юмор ну да и там смешной довольно таки то есть это как звездные войны но без космоса который как бы в принципе сай-фай ну сай-фай для меня плохо плохо пахнет в целом обычно разумеется харизматичный джек воробей почему первая часть стала классикой жанра как устроены сиквел оператор и что пошло не так в финале истории попробуем разобраться в этом видео с ну и конечно же замечательный великолепный просто как бы главный антагонист с такой странной линии в исполнении билла найна по-моему да соответственно да с осьминогами как его звали то имя персонажей в фильме но он тоже классно сделан с точки зрения сиджи и игры соответственно дэвид джонс да точно дэвид джонс который говорит классную фразу когда вот его сердце крадут он говорит любовь любовь ужасный недостаток пираты карибского моря созданы по классической формуле жанра приключений отважные авантюристы отправляются в опасные путешествия в неизведанной земли на поиске артефакта в основе любого приключения квест но режиссер горвер бинский переворачивает сюжетный канон вместо желания украсть сокровища попытки вернуть его обратно кинул ссылочку приключенческом фильме герои обязательно должны следовать объемный экзотический мир классика немых приключений стал багдадский вор рауля уолша история о сказочной одиссеи влюбленного ищущего сокровища другая неотъемлемая часть жанра эффектные бои вот например образцовая дуэль на шпагах в одиссеи капитана блада майкла кертиса а вот неожиданно короткий поединок индиана джонса с преследователем лучший поединок приключенческое кино здесь да вот хорошая хореография в целом трюков она тоже здесь смотрится прям на ура такой и что интересно что фильм при этом не кровавый то есть он так он делается диснеем соответственно для достаточно юной аудитории то кровь они там не изображают но насилие в фильме довольно много она установлена за кадром что мне кажется очень хорошее решение я считаю это тоже таким важной вещью когда не показывают насилие но его подразумевает это намного страшнее в том числе потому что она может произойти как угодно она происходит в нашем воображении сам вообще идея сама вообще идея появилась из из обычного аттракциона в парке развлечений диснея вот и удивительно что вот эта идея была развита до целого фильма его положность скуки она пробуждает зрители детские мечты о путешествиях часто наполненных магическими событиями например главным антагонистом мумии стал оживший древнеегипетский жрец живые мертвецы антигерои и в пиратах карибского моря каждый пират обладал индивидуальностью благодаря работе сотен специалистов которые провели 3d сканирование актеров и на его основе создали легко различимые анимированные скелеты ну еще и барбос сада великолепный английский актер он снимался в король говорит дефри раш его зовут вот он у него там великолепная роль может быть его самая запоминающаяся роль вот это один из самых эффектных вообще моментов кстати смотрится с картинка хорошо и сейчас эти эффекты не дешевые видимо потому что все-таки какой-то налет мультипликационности имеют поэтому хорошо сохранили до сих пор что вы думаете играет с эмоциями зрителей но не превращается в полноценный хоррор всегда перемежая жуткие фрагменты с комедией пираты карибского моря вдохновленные тематическим аттракционом в диснейленде сами стали аттракционом при этом экшн-сцены всегда несут драматургическую нагрузку например сражение джека воробья и уилла тернера это не только хореографически безупречная дуэль но и первая встреча героев которая дает понять что молодой кузнец ненавидит пиратов и готов пожертвовать жизнью чтобы защитить честь любимой девушки так вопрос сентьюма вам не кажется что джонни дэв в данном фильме играет не пирата джековара джонни дэв в костюме пирата возможно возможно но он здесь работает то есть его образ в принципе комичный довольно таки образ в чем-то такого он трикстер но он при этом неудачный трикстер при этом у все равно везет то есть ему не везет как бы в житейских на вещах но глобально он выводит на таких случайности полной и это это хорошо сделанный образ хорошо прописанный персонаж а персонаж джонни дэпа заявлен как человек который не брезгует нечестными приемами ради победы но при этом не способен на убийство и читать с точки зрения драматургии пираты карибского моря невероятно продуманное кино сценаристы терри росси и тэд эллиот это невероятно мощное кино в этом плане она работает она затягивает его хочет смотреть они прописали взаимоотношения персонажей и их сюжетные арки главные герои фильма элизабет суон и уилл тёрна в одной короткой сцене авторы смогли показать что молодые люди испытывают чувства друг другу но не могут быть вместе из-за разного социального положения дочь губернатора с детства втайне увлечена пиратской культурой для нее это синоним независимости от давления общества а символом социальных условностей выступает корсет и и хотя в начале фильма героиня киры найт ли выступает в роли классической девушки в беде во второй половине она во многом разрушает привычные для приключенческого жанра троп в финале она выбирает свободу а не статус если элизабет решала внешний конфликт с обществом то уилл борося с внутренним презирающий пиратов молодой человек узнает что его отец был морским разбойником угол с раздражением открывает в себе черты пирата на дружба с джеком воробьем помогает ему понять что не все они жокие преступники и принять свою природу кстати это тоже интересный так сказать сюжет побег от своего прошлого и что является ли некоторое прошлое то кем были ваши соответственно предки предрасположением для вас то есть если здесь некоторая наследуемость если здесь некоторая генетика в том какие выборы сделали они и сделать или ли вы такие выборы то есть обречен ли сын пирата быть пиратом либо этого не случится тоже такой спор с судьбой по сути в некотором роде и здесь здесь в большей степени попытка убежать судьбы если помните то главный герой джинни деппа он очень не стареть в конечном счете и найти в воду жизни пираты которые соответственно украли вот это золото они стали бессмертными и жалеют о своем бессмертии то есть вот это вот обреченность и желание жить вечно и желание не быть проклятыми она здесь вот на грани потому что они потом хотят вы вернуть и расстояние и прочее и прочее антагонист вопреки традициям жанра не одномерный злодей а заслуживающий сочувствие несчастный персонаж кстати да был борьбался в принципе вот что еще хорошо глобально что в пиратах как в таком большом фильме у них хороший злодей то есть у барбоса нету мотивации захватить весь мир барбоса нету желания там не знаю править везде у него вполне себе четкая понятная цель и из того что история не такая глобальная на еще она конечно в конце какую-то глобальщину приобретает последнем третьем фильме что наверное делает этот фильм хуже остальных но вот когда история локальная история какая-то про людей про какие-то их чувства какие-то их переживания какие-то такие понятные людям желания потому что желание править всем миром оно не совсем понятно да как бы зачем и почему а вот желание просто избавиться от проклятия оно интересно и вся вот эта механика проклятия она тоже довольно интересная и недаром не нравится например та же игра демон соус которая по сути начиная с того что вы приобретаете проклятие от которого хочется избавиться то есть вы долго создаете персонажа там большой редактор персонажа но внезапно вы создав пройдя этот путь его создание через все эти менюшки неудобные понимаете что вы просто как бы нежить вы вы мертвы и вот вы ощущаете что то не так и вы прокляты здесь есть какой-то обман и вы пытаетесь с этим совладать за механика проклятий механики черных меток она очень интересная и я бы обязательно фильме это испортил в фенче его цель снять проклятие чтобы вновь стать человеком понятно зрителям асс даже второстепенные герои меняются к финалу фильма отец и лизабет уважительно относится к выбору дочери а влюбленный командор норрингтон признает что невеста ушла к другому и решает не преследовать пиратов только джек воробей гениальный трикстер толкающий повествование вперед хотя и получает желанную черную жемчужину но остается таким же каким был в начале фильма завершенная история усовершенствованная формула жанра юмор и сильная драматургия сделали пиратов любимыми героями начала 21 века проклятие черной жемчужины стало праздником эскапизма захватывающий опасным и смешным побегом от реальности мир палящего солнца моря и неисчерпаемых запасов рома я идеально 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 и еще какой-нибудь фрегат просто ром фрегат море солнце вот куда я хочу кто со мной кто будет частью команды части корабля пираты карибского моря вышли в десятилетие трилогий франшиз вслед за матриц и вачовски властелином колец петра джексона и человеком пауком сэма рэмми ну на мой взгляд пираты конечно мощнее всего этого и даже звездных воинов но у фильма гора вербинский не планировалось продолжение студия дисней готовилась к кассовому провалу фильм о пиратах не интересовали аудиторию а выбор джонни деппа на одной из основных ролей не одобряли продюсеры считая что он делает персонажа чересчур эксцентрично когда сборы неожиданно в четыре раза превысили бюджет компания запустила работу одновременно над двумя продавцы ну я для меня сказал потому что для меня властелин колец опять же ввиду своей эпичности ввиду своей глобальщины вот это вот желание кого-то непонятного саурона всем править мне непонятно а вот мотивация барбоса как главного злодея мне понятно избавиться от проклятия типа снова кушать вкусные яблочки вот мне это человечки понятно я его понимаю я понимаю главных героев которые там решают какие-то свои проблемы а вот когда у нас есть как это вот эпоса я не не сочувствую не сопереживаю ну их и поэтому еще мне не не это не интересно но я не спорю что это кому-то интересно я свои свои как бы эмоции передаю поэтому я не очень люблю властелин колец ну во всяком случае экранизация уж точно книга и триквел пиратов строились на главных правилах удачных франшиз основные герои были сохранены и получили новое развитие элизабет пыталась разобраться в чувствах к тернеру и воробью и строила пиратскую карьеру уилл посвятил себя спасению отца а джек воробей ставший культовым персонажем получил еще больше экранного времени как и прочие харизматичные второстепенные герои полюбившийся зрителям после первой части как нам получить больше денег как нам получить больше власти но это немного не то нет не та власть авторы ввели нового запоминающегося антигероя им стал продавший душу из-за любви дэвид джонс у дэвид джонс очень трагичная линия его тоже можно понять его прошлое во многом зеркалило любовную линию между главными героями благодаря возросшим бюджетом приключения обрели эпический размах и это минус и это минус вот как только это превратилось в эпик но здесь вот это вот есть линия как я уже сказал которая может быть тема и контр тема не очень хорошая и наверное эту тему и контр тему надо было протянуть через всю трилогию но они как я понял не знали судя по этому ролику что будет продолжение то что вот этого ушедшего времени что цивилизация приходит и время приключения она заканчивается заканчиваются какие-то гиг герои заканчиваются пираты приходит большие компании большие корпорации они все это стирают да мне нравится эстетика того времени но в центре по-прежнему оставалась романтическая история элизабет и уилла поэтому первые три части пиратов цель на произведение на достижение этого эффекта работают отсылки к проклятию черной жемчужины в первой картине капитан барбоса мечтает съесть яблоко а в финале сундука мертвеца он исполняет свое желание режиссер повторяет афористичные цитаты из первой части ну и конечно же конечно же конечно же здесь есть очень важная вещь это ирония очень большая и когда все пропитывается иронией когда вот этот пафос происходящего он смачивается таким прям юмором и я считаю тут это произведение становится просто на порядок выше на порядок мощнее для меня юмористический подтекст какой-то как бы самоироничное восприятие себя но очень очень важно дублирует мизансцены и закольцовывает трилогию пиратской песни которую в первой сцене пела маленькая элизабет а в последней ее сын генри гор вербинский заслужив доверие студии сменил тон сделав фильмы мрачнее сложнее и безумнее то есть не просто повторил удачную формулу а добавил нечто новое мне нравится у него кстати говоря ранга ранга по-моему да это мультфильм вот которым тоже озвучивал джонни депп главный роль тоже гор вербинский его снял тоже великолепная история и опять же там вот этот троп про уходящее время уходящее время ковбоев она тоже присутствует если помните кира на пиратах всю карьеру построил ну может быть я не особо интересуюсь актрисами актерами биографии вот если мультик в 3d сделаны очень очень классно там из фотографий сделаны текстуры всего поэтому там на свое время был крайне неплохой 3d не знаю как сейчас он будет смотрится но тогда смотрелся прям очень очень реалистичный ну и классные там опять же животные за которые вы меня ругаете уилл обречен провести всю жизнь на проклятом корабле а бывший командор норрингтон и отец элизабет погибают без шанса на воскрешение однако уже в этих частях видны драматургические швы любовный треугольник между элизабет джеком и уиллом возникал из ниоткуда только из необходимости хоть как-то развить героиню многочисленные новые персонажи богиня калипсо пиратский барон сяо фэнь и лорд бэккет растягивали хронометраж так что сюжет требовал дополнительных пояснений а дисков скрюли well each one suggest for himself don't miss the noise and i think he's trying to regain a bit of honor all jacks with him to trade it save his own skin в сиквел и триквелу не хватало беззаботной легкости и стройности черной жемчужины но экшен сцены по-прежнему впечатляли правда они служили не частью повествования а вставными зрелищными номерами ну блин эта сцена на колесе она топовая ребята даже если просто вставная я такого крутого мама что вообще в кинематографе видел таких крутых сцен битв несмотря на недостатки продолжений трилогии гора вербинский завершенное произведение одновременно со счастливым и печальным финалом элизабет и ул женятся но из-за проклятия оказываются разлучены друг с другом что пошло не так в четвертой части место гора вербинский занял роб маршал которому пришло ну и остальные части я уже как бы не рассматриваю как пиратов это уже понятно пародия с другой стороны пятая часть соответственно она вполне себе неплохая мне очень понравился там дизайн вот этих проклятых моряков и испанских по моему вот и главную роль там харве мбаба в общем вы поняли кто да как его зовут харве бардем вот и вот так зовут играет и он там тоже неплохо франшизу без киры найтли и орландо блума джек воробей душа серии задуманные как второстепенный персонаж стал главным героем двух финальных картин но если в начале нулевых образ чудаковатого благородного плута с ужимками рок-звезды и странным юмором был оригинальным то за 14 лет неизменившийся пират перестал как он постарел даже при всем этом гриме видно как он был молоденький в первой части я про депо даже капитан барбос успел превратиться и злодея в героя но джек остался прежним в трилогии он играл роль шута наставника проводника и катализатора событий сценаристом двух продолжений удалось выстроить для него внятную сюжетную арку джек воробей переставал быть эгоистом и жертвовал своей мечтой ради друга но дальше развивать его было некуда только выдумывать странную предысторию герой джонни депо слишком необычен чтобы зрители могли ассоциировать себя с ним он не нуждается в близких отношениях поэтому попытка в четвертом фильме встроить его историю романтическую линию провалилась i am with child yours i don't recall that we ever had you were drunk i've actually never been that drunk комедийная составляющая стала заметно слабее из-за отсутствия новых острот актеру приходилось устало повторять шутки из предыдущих частей you are jack sparrow they should be a визуально богатые приключения уже не вовлекали эмоционально они не работали на драматургию да и за жизнь джека воробья невозможно переживать ведь он всегда найдет способ вернуться из мира мертвых без основных компонентов приключенческого кино любви и постоянного ощущения опасности вот они пираты были обречены мне очень нравится как они реализованы именно в 3d то есть что они на полу и таки разложившиеся как бы волосы как под водой висят очень классно сделаны и мисс именно сам дизайн их он меня впечатлил помню когда я смотрел вдобавок сценарий был построен на допущениях и использовал сюжетные ходы первых фильмов повзрослевший сын пирата хочет снять проклятие с отца но героем угрожает мертвый капитан на корабле призраки я люблю мультяшность не против нее то есть в моей эстетической парадигме это вполне себе допустимо я стал он отношусь к пирату как хорошему мультику так и он таким и является в первых частях франшизы решение главных героев стать пиратами было бунтарским поступком в последних это практически традиции или даже скучное обязательство финальные серии совсем не соответствовали духу оригинальных пиратов карибского моря которые исполняли детские мечты о бесшабашных приключениях компании безрассудных друзей какими бы ни были продолжения оригинальный фильм гора вербинский навсегда оставил у зрителей воспоминания о безграничной свободе романтической опасности любви и жарком лете которые ты провел в открытом море с лучшими в мире пиратами как 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 я провел этим летом отлично отлично отличное видео с кинопоиска как обычно отличные пираты как по мне